Ну что, здорово всем начинающим блогерам и тем, кто хочет стать настоящим ютубером. Ютуб просто переполнен различными видео о том, как набрать подписчиков на свой канал по Майнкрафту, как сделать качественный ролик на тему, почему не следует дрочить левой рукой во вторник и, конечно же, как же быстро стать ютубером. От предыдущей части ролика даже стены в аду немного треснули, но сегодня будет что-то по-настоящему невероятное. Как всегда, мы возьмем за основу один из роликов настоящего короля по раскрутке на ютубе, Дориана Карнета, и узнаем, как же все-таки стать ютубером за 7 минут и уйти со своего засанного завода. Сегодня я решил даже забить хрен на монетизацию и вставить в ролик бешеные нарезки, неплохой музончик и, конечно же, бесячую рекламу. Заранее скажу, что я никого не пытаюсь оскорбить, задеть или как-то обидеть этим видео. Ну и вся эта остальная хуета. Ну что, ютуберы, начинаем? Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас блогеры ходят на ТВ-шоу, у них какие-то свои передачи на телевидение, у них свои огромные какие-то проекты, где миллионы и миллионы просмотров. И люди уже понимают, что ютуб это что-то настоящее, и многие хотят на этот ютуб ворваться. Однако, многие из вас, я думаю, хотя бы пару раз встречали видео, как набрать подписчиков, как заниматься ютубом, как залить видео, как настроить оптимизацию и так далее, и так далее, и так далее. Да нет, Дориан, конечно, мы даже не слышали о таких роликах. У тебя весь канал посвящен данной теме. Посмотря такие видео, можно понять то, что на самом деле заниматься ютубом это настоящая работа. Это не просто взял, записал видео, выложил и забыл. На самом деле за кулисами еще довольно много работы. Вы-то по итогу увидите только просто видео, просто картинку. А то, что за кулисами происходит, никогда практически не знаете. Ну так может быть для этого и нужно рассказывать, что происходит за кулисами, да? А не вот эти просто идиотские советы, делай качественные ролики, создавай что-то уникальное, полезное и качественное. Может быть стоит рассказать о чем-то действительно важном для людей? Потому что действительно то, что происходит за кулисами ролика, гораздо важнее самого ролика. Может быть стоит рассказать про то, что превьюшка важнее видео? Ну вот так вот получилось, ребята, прикиньте. Может быть стоит рассказать о том, что если ты сделаешь хорошее видео, но неправильно его оптимизируешь, не поставишь хорошие хайповые хэштеги, то как бы никто его не будет смотреть, а ютубу насрать. Может быть стоит рассказать о том, что в начале, когда человек только создает ютуб канал, ему не нужно делать качественные ролики, потому что его канал в принципе никто не замечает. Ну действительно, что это я? Давайте же послушаем нашего мастера. Стоит сразу же понять, что процесс становления ютубером это не всегда успешная штука. Не всегда получится у человека вырастить что-то успешное. И как бы ни было это печально, не все смогут набрать свои заветные 100 тысяч подписчиков, миллион и стать блогером. Как я уже сказал, в этом добрейшем ролике я не собираюсь никого хейтить или как-то пытаться обидеть. Дориан действительно прав в том, что не каждый, далеко не каждый станет ютубером, либо успешным ютубером. Потому что то, что вы создали канал, у вас много амбиций, даже если вы делаете качественные ролики, это не гарантирует вам успех. И главная проблема знаете в чем? Именно в ютубе и в людях. Да, потому что ютуб не поощряет качество, ему в принципе насрать на все ваши ролики. Его интересуют только реклама и продвижение. Если ваш канал смотрят, да, он будет продвигаться. Нет просмотров, ну солнышко, как-то выкручивайся. Дориан прав в том, что он говорит, но он постоянно заостряет внимание на каких-то добрых, совершенно нахуй ненужных вещах. Делайте качественные ролики, выкладывайтесь на роликах. Для кого, блять, выкладываться? Приведу банальный пример. Любой парень создает ютуб канал, у него куча амбиций, он готов работать и херачить ради своих подписчиков. Отсылает знакомым свой канал, на него подписывается из 100 человек, ну предположим 17 человек. Все. Для кого ему нахуй стараться? Для кого ему делать качественные ролики? И уже огромное количество времени я встречаю довольно такую странную мысль, которая в целом звучит логично, но я с ней не согласен. Я ее встречаю постоянно, мне это говорил мой модератор в дискорде и многие люди, с которыми я общался на тему ютуба, мол, сейчас уже поздно, все ниши заняты, ничто нельзя снимать, уже все никак не понятно, что как. И на самом деле у вас там лет 10 назад было преимущество. Я с этим не согласен. На самом деле преимущество сейчас у тех, кто сейчас смотрит это видео. Ты серьезно? Давайте без хейта ответим на главный вопрос. Для какой вообще аудитории ролики из разряда как набрать подписчиков, как набрать первую тысячу подписчиков, как легко стать ютубером? Естественно для людей, которые только создали ютуб канал, либо у них просто нет просмотров. То есть это начинающие каналы. Конечно же, если у нашего мальчика ютубера много просмотров, то конечно же логично делать качественные ролики. Потому что уже есть аудитория, там к примеру огромное количество просмотров. И конечно же лучше делать качественные ролики, дабы твоя аудитория заметила и оценила твои ролики. А вот если ты только создал ютуб канал, тебе нужно делать качественные ролики? Да не нужно тебе так выкладываться на ролики. Потому что первоочередная задача канала, у которого меньше тысячи подписчиков, это зацепить аудиторию. Тебе нужно делать что-то хайповое. Для кого делать качественные ролики, если у тебя, блядь, просто нет аудитории? У человека, к примеру, 200 подписчиков. Зачем ему делать качественные ролики? Ради 200, блядь, человек? Ну а для того, чтобы немножечко остыть, минутка просто завораживающей рекламки. Дэн, а че такой веселый? Потому что я играю в Raid Shadow Legends. Это уникальная RPG игра, от которой тебе будет сложно оторваться. Здесь ты не просто будешь прожигать свою жизнь пустую, но еще и кидывать деньги. В жизни тебя постоянно унижают, а на работе ты и вовсе засаная чмо. С Raid Shadow Legends ты станешь настоящим чемпионом. Собирай свою уникальную команду из более чем тысячи различных чемпионов. Прокачивай, усиливай, побеждай. Проходи сюжетную кампанию, а также исследуй другие мрачные места этой уникальной вселенной. Помнишь, та девчонка отказала тебе и назвала тебя Мистером Крошкиным Фрикаделькиным? Теперь покажи ей свой аккаунт в Raid Shadow Legends, и она пожалеет, какого самочкина она потеряла. А по моему промокоду мальчикписечка, ты получишь уникальный меч девственника, чтобы сражать своих врагов еще яростней. Вступай в ряды этой уникальной вселенной вместе с нами и стань настоящим победителем. Рейд Shadow Legends У вас сейчас информация о том, как заливать видео, как оптимизировать видео, что надо тебе сделать, чтобы у тебя вырос твой канал. У вас уже есть какие-то инструкции, а мы, потому что я на ютубе уже давно, мы, скажем так, своего рода старички ютуба, все должны были познавать на собственном опыте. Сами понимать, что такое оптимизация, как правильно называть видео, что заливать и так далее, и так далее, и так далее. У вас уже есть какое-то понятие в этом плане, и вам будет проще. Вы сейчас уже можете понять, что такое хорошее видео, что такое плохое видео, хороший интересный канал и плохой неинтересный канал. Да, да, Дориан, конечно. Бесполезный выпускает ролик, на котором собирает 500 тысяч просмотров и зарабатывает, ну, от этого, ну, просто, к примеру, там, 400 тысяч там в месяц. Но, Ванечка, который только создал ютуб-канал, у него будет преимущество. Конечно. нет абсолютно никакого преимущества в том что человек сейчас начнет youtube канал вообще никакущего преимущества потому что будем честны конкуренция на ютубе просто неебическая каналов на ютубе столько что даже демонов в аду меньше потому что люди привыкли к каналам гигантам для чего им смотреть какого-то начинающего чувака да если уже есть огромные каналы по какой-либо тематике и тогда возникает главный вопрос а что же тогда делать тебе нужно зацепить аудиторию понимаешь зацепить аудиторию они делать качественные ролики делать что-то провокационное вызывающее да даже иногда с хейтом потому что людям нравится хейт как бы это тупо не звучало тебя нужно зацепить аудиторию делать то чего не было еще на ютубе либо делать на какую-то хайповую тему хорошо продвигать свой ролик но точно не делать качественный контент понимаете я не пытаюсь донести вам мысль о том что нужно делать лютое дерьмо что нужно делать вообще некачественные ролики я имею ввиду про совсем другое я не говорю что ролики должны быть некачественные моя мысль в том что не нужно на начальном этапе так сильно выкладываться на ролики потому что мало кто это оценит нет ну естественно если вы со мной не согласны то и башки и башки ребят конечно и ваши 17 просмотров обязательно появятся что такое быть ютюбером для каждого это что-то свое и раз уж вы хотите стать ютюбером блогером то ответьте себе на вопрос что такое быть ютюбером стоит понимать опять же то что это довольно сложный процесс создания контента и введения своего youtube канала на запись создание монтаж видео до банали на создание идеи видео может уходить несколько дней неделя у некоторых ютюберов уходит целый месяц на создание всего лишь одного видео да и ладно создание видео создать видео смонтировать это еще более-менее всем понятно тебе придется делать еще много всего тебе нужно будет узнавать что такое оптимизация как вести свой канал настройка от сенс работать с бумагами закручать договора с кем-нибудь ютюбом с подъемскими сетями разбираться в авторском праве я не понимаю вот дориан живет какой-то ангельской стране стране чудес где все друг друга поддерживают всегда оценивают хорошие качественные ролики это так происходит если вообще оценить весь канал дориана то основной его посыл в том что люди всегда замечают хороший контент люди всегда поддерживают хороших ютуберов откуда ты это взял откуда ты блять вообще это взял я просто не понимаю почему ты так уверен в том что люди такие хорошие люди такие добрые и всегда поддерживают всех ютуберов что за дебилизм опять же я не говорю что все люди ублюдки что все какие-то злые нет но большинство действительно да злые большинству действительно насрать на хороший контент люди просто приходят с работы в основном для того чтобы просто посмотреть ютуб люди просто смотрят то что их зацепило то что им нравится у них нет какой-то цели или задачи оценивать качество сколько ты старался для ролика они просто по фану смотрят ролики и все никто ничем никому не обязан но дориан почему-то живет какой-то стране ванильных солнышек где думает что каждый заходит на канал и такой слушай какие классные переходы он тут сделал вау слушай а юшка то вообще огонь слушай сколько же он все-таки вот времени потратил на youtube канал на ютубе хредова туча каналов которые имеют просто запредельное качество даже перед гигантами каналами но к сожалению у них либо меньше подписчиков либо меньше просмотров примеры можно приводить просто бесконечно думаете я считаю свой канал каким-то уникальным или каким-то исключением просто банальнейший пример я люблю на своем канале выпускать бестиарии но есть канал который делает гораздо лучше есть такой канал space shark вы могли даже не знать об этом канале но парни просто делают охуенную работу над роликами серьезно на ютубе вот по-моему это лучший бестиарии который вы когда-либо вообще видели но к сожалению у ребят очень мало просмотров и всего 30 тысяч подписчиков а вот у какого-нибудь валая балалая до который делает ролики просто озвучивая картиночки ну так получилось да у него миллионы просмотров вот вам ребят банальный пример оценки качества на ютубе это сейчас не какой-то хейт квалаю балалаю или еще кому-либо это вам просто банальный пример того что люди не оценивают в основном качество они просто смотрят то что им интересно один канал может хуярить просто над роликами неделями и у них будет мало просмотров другой будет снимать говно и у него это будет заходить вот вам качество на ютубе что тебе лучше всего снимать что твоя аудитория это оценила в общем как вы понимаете быть ютубером это не просто сидеть включить видео записать и все быть ютубером это довольно большое количество работы которые тебе придется делать ты подумал ты решил то что youtube это все-таки для тебя и первое что нужно сделать это создать канал даже знаешь как скорее всего не создать канал а подумать что же ты будешь нести в этот мир что ты будешь снимать и чем ты будешь полезен тем кто смотрит youtube а да дориан оказывается все тяжело а как же твои ролики по секретному набору подписчиков либо как раскрутить свой канал всего за один день и показываться все тяжело ну ладно давайте продолжим слушать дальше стоит понимать то что тебе не нужно ожидать миллионов тебе никто не может обещать и скорее всего у тебя их не будет не будет в самом начале просто банально самый первый недель это что там ни дели месяца и будешь понимать что тебе снимать как тебе снимать вырабатывать свои какие-то фишки вырабатывать привычки к монтажу названию видео и так далее да тебе действительно нужно подумать над идеи тебе нужно действительно подумать на тем что ты будешь снимать но никак не думать на тем насколько ли ты будешь полезен для youtube и для своих подписчиков Вообще, что за тупая идея быть полезным? Откуда ты это взял? Это что, какая-то обязанность? Быть полезным? Да, без проблем, братишка. Чем интересно полезен канал Булджай? Чем интересно полезен канал Бесполезный? Чем интересно полезен Купленов? Или какой-нибудь стример с 5 миллионами подписчиков, который просто сидит, смотрит киношки и просто стримит. В чем полезность видео? Да, есть, конечно, каналы, которые делают специализированный контент, либо на какую-то определенную тематику. Как, к примеру, я, да, делаю ролики по Atomic Heart. Ну, нравится мне эта игра, просто капец зацепила. И действительно, в каком-то плане я действительно полезен своим подписчикам. То, что я делаю какие-то ролики, какие-то разборы, обзоры, это правда. Но ты точно не обязан быть полезным, потому что куча контента, которая вообще не несет никакой полезности в этот мир. Она просто либо развлекает, либо людям просто, опять же, нравится этот канал. Вот и все. Сейчас, опять же, как мне кажется, проще, потому что на YouTube огромное количество людей и огромное количество зрителей, которые ищут новый контент. И даже очень специфичные темы по типу, не знаю, там, как сделать какао, как сделать кофе какое-нибудь вкусное. Даже такие каналы, такие видео смогут собрать себе большую аудиторию, потому что аудитории просто стало куда больше, чем раньше. Приходит такой заебанный Пашенька со своего завода, просто уставший в хламину, просто хочется банально отдохнуть. И такой, слушай, а как бы вот сейчас посмотреть бы ролик, как приготовить кофе-латте? Или поискать новый контент? Ну, чтобы, естественно, оценить качество роликов. Ну, или 5 лайфхаков для школы. А что еще там люди с завода смотрят? Дориан, ты рассуждаешь, как просто маленький ребенок. Никто не сидит на YouTube ради того, чтобы просто искать новый контент. С чего ты вообще это взял? В основном люди просто уставшие с работы. Они приходят для того, чтобы просто отдохнуть, просто разгрузить свой мозг. Ну, конечно же, если есть такие типы, как ты или еще кто-то, которые занимаются, помимо YouTube, просто какой-то хуйней, ну, либо не работают, то да, конечно, они будут заниматься именно поиском нового контента. Конечно. Ведь если ты приходишь со школы, да, с универа, с работы, просто полностью заебанный, первая твоя мысль, конечно же, это поискать качественные каналы. Ну, желательно новые, да, которые вот только создали. Ой, блядь, откуда ты это взял, Борин? Боже, как ты рассуждаешь? Далее, ты когда уже создал канал, настало время назвать его. И название может быть абсолютно разное. У меня на YouTube-канале есть туториал по тому, как создать канал, придумать название, что лучше, что хуже, что лучше использовать, что лучше не использовать. И в целом набор разных способов по созданию никнеймов. Ссылочка. Создал канал, но еще не придумал название или никнейм. Блядь, гениально просто. На самом деле, никнейм это вообще абсолютно неважная штука. Серьезно, абсолютно вообще не имеет значения, как вы назовете свой канал. В этом вообще, блядь, нет никакой закономерности. Серьезно. Ты порой смотришь просто на каналы, у которых огромная аудитория, а у них просто никнейм, я не знаю, там, ванильная писенька, и их смотрят. И вообще нет никакой закономерности. Порой никнейм вообще никак не ассоциируется даже с контентом, который выпускает человек. Никнейм нужен только для того, что если вы наберете какое-то количество аудитории, ваш канал выстрелит, никнейм нужен для того, чтобы вас как-то запоминали. Конечно, да, если он будет какой-то более-менее нормальный, то людям будет легче вас запоминать. Если он будет короче, опять же, вас будет легче запоминать. Ну, в основном, блядь, ну не играет вообще никакой роли. Чё, как вы там назовете? Вообще никакой роли. Если честно, я дальше просто даже не вижу смысла разбирать ролик Дориана Карнета, потому что дальше там просто полная хинея из разряда поставь себе цель, дедлайн там, да-да-да, особенно если у тебя канал по нарезке со стримов. Вообще отличный дедлайн будет. Ребят, правда, если вы только создали канал, либо вы хотите заняться Ютубом, не слушайте эти идиотские советы. Понимаете, Ютуб, ну он не совсем ассоциируется с добром. Большинство друзей и знакомых не будут вас поддерживать. Просто примите тот факт, что Ютуб – это вот реально война. Не выкладывайтесь с самого начала на полную, поберегите лучше свои силы, потому что вначале вам нужно чем-то зацепить свою аудиторию, да и вообще, в принципе, её набрать. Делайте хайповые ролики, я серьёзно. Делайте провокационные ролики. И когда вы наберёте свою аудиторию, именно тогда уже делайте качественный контент. Ну а если ты перешёл на этот канал, или ты являешься фанатом Дориана Корнета, тебя как-то задело, зацепило, то напомню, что любой дизлайк, любой комментарий, неважно какого он содержания, только продвинет мой ролик. Ну и напоследок, если вы не верите моим словам, просто перейдите в комментарии Дориана Корнета к людям, которые постоянно оставляют сообщения из разряда «Чувак, спасибо тебе за видео, мне так это помогло». Перейдите буквально на 10 каналов, вы посмотрите, что снимают они абсолютно дерьмо, подписчиков у них нет, да и вовсе там постоянно один Майнкрафт. Охуенные советы Дориан, классно. Надеюсь, вам понравился данный ролик, ну а с вами как всегда был Страйкфир и до скорой встречи, друзья.